Всем привет! Это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. На госзакупках продолжают появляться льготы по оказанию услуг в рамках якобы оконченной частичной мобилизации. 14 декабря Молодежный центр Удмуртской Республики заключил контракт по оказанию услуг по организации и проведению мероприятий по военно-прикладной подготовке на территорию Удмуртской Республики для лиц, попадающих под частичную мобилизацию. Срок выполнения контракта до конца марта 2023 года. При этом все траты по контракту в размере более миллиона рублей рассчитаны на первый квартал 2023 года, то есть на начало весеннего призыва 1 апреля. Медведев потребовал конфисковать имущество у бизнеса из-за провала газификации. Государство должно изымать собственность частных газораспределительных организаций, которые саботируют программу газификации, заявил зампредсовета безопасности Дмитрий Медведев, который буквально недавно заявлял, что с газификацией все в порядке. Экс-президент пожаловался на работу частных ГРО, которые вроде когда-то что-то делали, а теперь намеренно раздувают свои заслуги, и получается, что все, что они сделали, их сети, их оборудование, они просто золотое. Медведев добавил, что такие компании нужно не только штрафовать, для них следует разработать финальные решения. А я напомню, что минимум 300 тысяч рублей ты отдашь за подключение к трубе, которая находится двоим забором, и, как правило, это государственная компания. Депутат Госдумы и военком Забайкалья сообщил об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми, которая предоставлялась директивой Генштаба. Отстрочка от мобилизации дается главам многодетных семей с четырьмя детьми и более, и Госдума не смогла принять поправки в этот закон об отцах троих. Около сотни жителей пригорода Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия электричества. В районе поселка Караман-2 образовалась огромная пробка, на место прибыла полиция, есть отдельные задержания, пишут местные журналисты. В последние годы там регулярно возникают недовольства из-за коммунальных аварий. Накануне власти сообщали, что из-за снегопада и сильного ветра без света остались 45 тысяч жителей Дагестана. Московскую компанию обманули при строительстве новых домов в Мариуполе. Она заплатила 3,5 миллиона рублей за эскаваторы, но подрядчики просто исчезли. Беды для Мирстрой Транс начались еще в декабре. Тогда компания через онлайн-переписку заключила фирмой Big Bailer Group договор об аренде эскаватора для проведения работ в Мариуполе. За это Мирстрой Транс перевела около 2,5 миллионов рублей, после чего деловые партнеры пропали с деньгами и перестали выходить на связь. Через два дня произошло неприятное дежавю. Мирстрой Транс подписал аналогичный договор за 1,5 миллиона, но уже с другой организацией ООО Кран. Но, как и в предыдущем случае, представители фирмы перестали отвечать на запросы компании и просто исчезли. Как Мирстрой Транс удалось за пару дней нарваться на одну и ту же схему с невероятным разводом на деньги, остается только догадываться, ну а не большие везунчики. Спикер Госдумы Володин предложил конфисковать имущество уехавших из РФ. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране, находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, при этом позволяют себе публично лить грязь на РФ. В этой ситуации правильно будет соответствующие меры уголовного кодекса дополнять пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, заявил он. Я тогда предлагаю другой вариант. Берем всех депутатов и каждый раз, когда они выезжают лечиться за границу, лишаем их половину их имущества. Когда они отправляют своих наебушек и прочих похлебушей, корчеваться, я не знаю, отдыхать за границу, лишаем второй половины имущества. Когда они отправляют своих детей учиться за границу, мы лишаем их остальных денег, зарплат. Как вам такое? По-моему, все россияне поддержат. Российский авторынок рухнул на дно 90-х годов. Продажи новых автомобилей в РФ в 22-м году после ухода мировых автопроизводителей страны рухнули почти на 60% по сравнению с 21-м годом. Без иностранных компаний в условиях санкций ситуация на авторынке вернулась к концу прошлого века. Изменилась и структура рынка. В 21-м году 82% проданных новых легковых автомобилей было произведено в РФ. Год спустя их доля упала до 59% привезенных из-за границы машин, теперь составляет 41% продаж, из них 29% это официальный ввоз от дистрибьюторов, а 12% параллельный импорт. РФ потеряла с начала войны вдвое больше самолетов, чем смогла произвести. ВСР в 22-м году получили в распоряжении 29 новых боевых и учебно-боевых самолетов. Однако это более чем вдвое меньше потерь в ходах войны в Украине, которые достигли 68 самолетов за 10 месяцев боевых действий. Согласно данным Центра анализа стратегии и технологии ЦАСТ, в российскую армию поступили 4 истребителя Су-30СМ-2, 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М, 7 истребителей Су-35С, 6 истребителей пятого поколения Су-57 и 2 учебно-боевых Як-130. Также ВС пополнились 5-ю военно-транспортными Ил-76МД-90А. Потери в ходе войны в Украине ЦАСТ оценивает в не менее 30 боевых самолетов новых типов Су-30, Су-34 и Су-35. Это оценка вдвое ниже данных аналитического проекта Орекс, который фиксирует только документально подтвержденные потери РФ военной техники с начала вторжения 24 февраля 2022 года. Так, по данным Орекс, РФ потеряла в Украине уже 68 боевых военно-транспортных самолетов, из которых 64 уничтожены, а 4 повреждены. В частности, уничтожены 11 Су-30СМ, 17 Су-34, а также 3 самолета Су российского производства. Итого, на 10 новых бомбардировщиков Су-34 приходится 18 потерянных, 17 Су-34 и 1 Су-34М. Также РФ потеряла десятки самолетов советского производства. С советского производства самолеты летают до сих пор. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.